Доброго дня! Доброго дня! Моей души, внутреннего состояния моего отвечает сегодня Ирина, поскольку она что-то нам приготовит, так? Да, обязательно за твою внутреннюю красоту я отвечаю каждый понедельник. Я спокойна. Я только за твою. Сегодня мы будем готовить очень простое, вкусное и оригинальное блюдо, как всегда. А кто его будет готовить и что это за блюдо, вы узнаете в конце передачи. Это сюрприз. Ммм, сюрпризы. Ну что, начать с сюрпризов, я считаю, это самое то. Добрый день еще раз. Дорогие телезрители, жители нашей республики, а также земляки, которые проживают в самых разных уголках земли, но не остаются равнодушными к жизни родной Якутии. Мы все знаем, что весна этого года выдалась для нашей республики нелегкой. Много сел и поселков пострадали от сильнейшей стихии, от разрушительного паводка. Был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Организована эвакуация людей. 31 мая с 14.00 и до 20.30 национальная вещательная компания САХА проводит масштабный телерадиомарафон всем миром в помощь пострадавшим от паводка. На площади Ленина с 15.00 будет организован благотворительный концерт. Мероприятия с участием звезд эстрады, артистов, ансамблей, а также обществ и разных сообществ по интересам. Все будет активно освещаться и транслироваться по телеканалам НВК САХА. На площади будут работать наши корреспонденты и будут размещены емкости для сбора денежных средств. Призываем вас, уважаемые земляки, давайте примем активное участие и поможем попавшему в беду землякам и добрым словом, и добрым своим делом. Ну а теперь, когда доброе слово сказано, добрые дела все еще впереди, я полагаю, у нас есть еще одна маленькая, но приятная обязанность. Это прислушаться к звездам, которые что-то шепчут, а наша любимая Рита Макарова, как всегда, переводит. Последняя неделя Майя обещает быть очень насыщенной для многих знаков зодиака. Ох, сколько же всего интересного она приготовила! Ну что же, не буду вас томить и с радостью приступлю к звездным прогнозам на ближайшие 7 дней. Овны, сейчас вы как никогда энергичны и мудры, поэтому постарайтесь направить все свои силы на то, чтобы суметь наладить хорошее отношение с окружающими. Тельцы, в конце месяца вы можете с полным правом уйти в долгожданный и заслуженный отпуск. Не стесняйтесь, выходите в свет чаще. Близнецы, принимайтесь приводить в порядок все, что требует завершения. Силы и удачи для этого будет предостаточно. Главное, не ленитесь и не тяните. Раки, проведите время в кругу родных и близких. Поделитесь последними новостями, восстановите свою энергию и просто побудьте с теми, кто искренне вас любит. Львы, вам последняя неделя мая принесет значительное пополнение бюджета и вдохновение для новых свершений. Девы, наведите порядок в своей личной жизни и поскорее. Деловое предложение, которое вскоре вам поступит, заставит с головой погрузиться в работу. Весы, не волнуйтесь, если дел к концу месяца накопилось слишком много. Близкие помогут вам с ними разобраться, и вы легко справитесь с разными трудностями. Скорпионы, дела явно подождут. Самое время отстраниться от всех забот. Стрельцы, станете строить свежие планы, смело давайте волю мечтам. Козероги, вплотную займитесь своим здоровьем и найдите хобби, которое расширит ваш круг общения. Вам могут подойти, например, танцы, йога, ну или бассейн. Водолеи. Рост материального благополучия, который обещан многим знаком зодиака в мае, не обойдет стороной и вас. Поэтому уже сейчас смело можете планировать свои расходы. Рыбы. Вам нужно морально подготовиться к насыщенному лету. Позаботьтесь о своем гардеробе и выбирайте только яркие цвета. Желаю вам хорошенько отдохнуть. Пусть все у вас обязательно получится. Путешествуйте, влюбляйтесь и вдохновляйтесь. А самое главное, никогда и ни при каких обстоятельствах не забывайте верить в себя. С вами была Маргарита Макарова. Пока-пока. Ну а начнем мы наш разговор о красоте внутренней все-таки с внешнего, поскольку именно внешность бросается нам в глаза в первую очередь. Лучше всего о внешней красивой, о внешнем красивом облике может рассказать тот человек, который, собственно, и построил сам свою внешность и помогает это делать другим. И мы рады пригласить в нашу студию. Я даже уже устала перечислять. Наталья, заходите, перечислять все регалии. Скажу, что это директор фитнес-клуба ФитСтудио, но регалий немало. Вице-чемпионка бодифитнеса Дальнего Востока, чемпионка фитнес-бикини Якутии, мастер-тренер персональных тренировок. Я полагаю, что это, да, что это такой маленький совсем, такой урезанный, на самом деле, вариант всего того, чего вы добились в жизни. Ну, я рада, что мое резюме богатое. В общем-то, я никогда не торопилась достигать чего-то, всегда хотелось большего. Вот, я очень рада снова видеть вас и очень рада, что в солнечные дни нам благоприятствуют выглядеть, чувствовать себя хорошо. Ну, и чтобы выглядеть хорошо, я хочу сегодня немножко дать несколько советов, которые простые, но помогут вам немножко изменить свой подход к питанию. Ну, и сегодня мы поговорим об упражнении на нашу замечательную, любимую ягодичную мышцу. Вот, без этого, ну, никак не обходится. Крупным планом, прошу. Ни один тренинг не обходится, ни одна задача. Тебе-то зачем? У тебя и так все нормально. Спасибо. Всегда что-то можно улучшить. Да, я тоже считаю, нет предела совершенства. Ну, вот начнем, да, сегодня хочу поговорить, потому что выглядеть хорошо, это значит кушать сбалансированно и легко, хорошо себя чувствовать. Это камешек в мой огород, видимо. Ну, нет, наверное, это просто, когда говоришь, девочки, все, начинаем кушать правильно, там, да. И первое, что я слышу, о, это же контейнеры, это же пять приемов пищи, как их сложно приготовить. И в этом случае я всегда говорю, что на протяжении многих лет три приема пищи у меня остаются до обеда неизменными. И первый вопрос, который все отвечают одинаково, какой самый лучший завтрак? Овсяная каша, да? Вот, и многие... Сэр. Да, да, овсянка. Но, честно говоря, уже, ну, скажем, два года точно я заменила первый прием пищи на омлет или яичницу, белковый, да. То есть то, что легче усваивается, потому что овсяная каша не всегда с утра у людей, особенно, которые не привыкли завтракать, вызывает аппетит и желание. Вот, вот, это точно. Потом такая легкая тяжесть сначала, а через час ты как будто снова голодный. Я вот предлагаю вам сделать первый прием пищи, это белковый, а уже потом, через час-два, может быть, ну, как получится по времени, это будет овсяная каша. Я с утра готовлю всегда омлет и овсяная каша в контейнер с собой. Третий прием ничего не составляет вам сложно. Взяли баночку творога любого, вот, и я рекомендую здесь не усердствовать в плане жирности, да, а не обезжиренный, а все-таки 2-4% жира в твороге должно быть, это повышает его полезность. Вот, поэтому я думаю, что в 200 граммах творога содержится, ну, 3-6 грамм жира, точно вас не испортят, потому что калорийность очень маленькая. Вот, поэтому три приема уже готовы. Четвертый прием, пожалуйста, у вас всегда, вы, мы все мамы, у нас есть гречка, рис, ну, желательно макароны твердых сортов и какой-то, ну, здесь вот надо уж постараться что-то сделать на пару, на гриле, там, да, ну, как-то брать. И все это без сахара, да? Сахар я заменяю, да, сахар-заменитель обязательно, я не использую сахар уже несколько лет, в общем-то, очень замечательный фит-парад, вот, я много попробовала заменители сахара, рекомендую его попробовать, а сладкоежек спасает просто вообще, я, я сладкоежка. Вот, поэтому ничего сложного не составит вам сделать четвертый прием для всех и для себя. А соль? Соль, солим обязательно, солим по вкусу, стараемся не пересаливать, потому что убирать соль из рациона абсолютно не рекомендую. Почему? Потому что соли, это калий натриевый, это минералы, которые нам необходимы прежде всего для мышечной деятельности. Очень многие процессы завязаны на соли. Вы знаете, что раньше соль, это было приравнено к белому золоту, поэтому ни в коем случае вы не чемпион, который готовит себя на соревнованиях, причем я, допустим, на последние соревнования вообще не исключала соль, я солила пищу, как обычно. Но это касается только продуктов, которые нужно готовить. Если это полуфабрикаты, то чаще всего они соленые, а уж если готовить, тем более хлеб, там, что-то такое, оно все соленое. Они все равно соленое. И вот сталкивалась с ситуациями, что девочки усердствуют, потому что, когда убираешь соль, очень активно уходит вода. Девочкам нравится, да. Сейчас так много соблазнов. Соблазнов много. И делайте с собой, ну, там, два, если вы на похудении, то это один-два фрукта в день. И сразу с собой, чтобы обычно происходит так, яблочко сегодня, в обед еще что-то, персик, немножко виноградика там пару, там, еще там, бананчика, еще что-то. И вот получается... Все вместе это полстакана сахара, по-моему. Это килограмм. Вот. То есть я, допустим, взвешивая все приемы пищи, одно яблоко, это 200 грамм примерно, банан 150-200 грамм примерно весит, груша одна весит где-то от 100 до 250 грамм, ну, в зависимости от объема. Давайте продолжим нашу беседу сразу после рекламы. И не только беседующие покажем. А мы возвращаемся к нашей теме «Красота состояния внутреннее» и к нашей гости Наталье Сарай, которая говорит о том, что внутреннее хорошо, но начните с внешнего, это как минимум легче. Сегодня мы говорим о том, как придать приятную округлость нашей филейной части. Ну что, я, наверное, встану тогда, да, и сразу... Вы уже хотите показать? Ну, я могу вам рассказать, что у меня первый вопрос, я хочу вот пресс и ягодицы, да, и как бы первое, что... А крупным планом можно я это? И первое, что они говорят, я хочу, как у вас. Ну, как у меня точно не получится, потому что каждый из нас это индивидуально, у всех крепятся мышцы по-разному. У всех строение задано другое. Но прежде всего думайте о том, что ваша мышца должна быть в тонусе, и это самое важное. И когда девочки говорят, я хочу, ну, на приседала, да, так говорят, ну, вот она на приседала. Да, действительно, присед – это очень важное и очень эффективное упражнение для развития ягодичной мышцы, но очень часто его делают неправильно. Вот, почему? Потому что присед – это комплексное упражнение, оно многосуставное, да, работают все это, и забедренный сустав, и коленный. Вот, поэтому, чтобы акцент в приседе сместился именно на ягодичку, вам необходимо сделать движение сначала, немного оттянув таз назад. Для чего? Для того, чтобы ваш головной мозг, который координирует все ваши движения, получил команду, что нужно двигаться ягодицей. И только потом происходит сгибание в коленном суставе. Пяточки у вас плотно прижаты, и вы опускаетесь до того уровня, какой вам позволяет ваш поясничек. Если вы садитесь вниз, и ваша поясница становится круглой, это уже неправильно. Но поэтому движение начинаете с того сустава, мышца, на которую вы хотите обратить внимание. То есть начинаем назад и опускаемся вниз. Что обычно происходит? Оп, в коленах села. Соответственно, первая нагрузка попадает на переднюю поверхность бедра. Первое, что когда девочки начинают приседать, они говорят, я чувствую квадрицепс, называется, вот эта мышца, переднюю поверхность. Потому что акцент смещен сразу с колена. То есть колено включилось, а за разгибание-сгибание здесь у нас мышцы отвечают бедра. Соответственно, сначала таз назад. Это для тех, кто уже занимается или хочет заняться дома уже приседом. То есть приседаем даже без веса, просто назад и вверх поднимаемся. Все, больше ничего. Поэтому это очень важно. И правильная постановка техники приседа только с тренером. Ну, я рекомендую все-таки хотя бы несколько занятий приседать с тренером. Потому что присед как самый эффективный упражнение в подготовке себя к лету. Ну, и также очень травмоопасное. Потому что там работает активный стабилизатор позвоночник. Берегите свое здоровье. Спасибо вам большое. Но мы, конечно, не уверены, конечно, что у нас... То есть теперь мы точно знаем, что таких форм нам не добиться. Но вы дали нам... Это возможно. Я думаю, что, может быть, даже еще и краше будет. Но это требует определенного времени. Хорошо, спасибо вам большое. Благодаря вам мы теперь знаем, как нам строить свое тело, ну, не совершая ошибок. Отличные советы по идее. Спасибо. Ну, а мы приглашаем в нашу студию еще одного человека, который вполне может быть ответственным за красоту. Хотя, конечно, за красоту ответственны мы сами. Но, тем не менее, она может вам помочь, чтобы вы стали еще красивее. Это Марина Чембосова. Это массажист. Это СПА-специалист Центра комплементарной медицины и СПА-канди. Здравствуйте. 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 Ну, такие специалисты, я так понимаю, на вес золота. Потому что массаж – это одна из любимейших процедур женских и мужских. Расскажите, пожалуйста, как вы... Вас нашла профессия или вы выбрали ее? Скорее всего, профессия нашла меня. Потому что по учебе мне довелось побывать во многих отделениях. И именно когда я попала в отделение, где делают массаж, я увидела результат и поняла, что это достойная работа, что мне она безумно нравится. Мне нравится как и получать массаж, как и всем, так и делать его. Как влияет массаж и вообще СПА-салон, СПА-процедура, но массаж в первую очередь на внутреннее состояние женщины и, соответственно, на ее внешний вид? В первую очередь, внешний вид зависит от состояния психологического. И массаж, он влияет на многие системы нашего организма, но в первую очередь на нервную. И когда наша нервная система уравновешена, мы чувствуем себя уверены и чувствуем себя красивыми. На сколько раз в неделю, например, нужно или в месяц на массаж ходить? Это зависит от видов массажа. Если же это массаж лечебный, то нужно ходить с периодичностью от двух-трех раз в неделю. И можно даже чаще. Если же вы хотите просто расслабиться, то достаточно одного раза в неделю. А привыкание не идет к массажу, спрашиваю? Привыкание не идет. А чем еще может порадовать СПА-салон Канти? Потому что впереди лето, оно только началось, соответственно, нам хочется выглядеть и красивее, и знать, что можно найти, какую часть красоты можно найти в СПА-салоне Канти. У нас очень обширный вид услуг. Это все от наших накатков, от нашего здорового вида, от массажей, пилингов. Буквально все. Все услуги, которые вы можете получить, это все спасало мне, конечно. То есть даже Центр комплементарной медицины, как правильно. Но в первую очередь, конечно, нас волнует целлюлит, который то ли он есть, то ли его нет. Какая-то полувыдуманная такая, знаете, ситуация, какая-то мистерия. Апельсиновая корочка. Апельсиновая корочка, которая вроде как должна быть, и в то же время нам хочется, чтобы ее не было. Что для этого можно сделать у вас? У нас можно сделать лимфодренажный массаж. Он выводит жидкость. Его можно совмещать также с антицеллюлитным массажем и с замечательным обертыванием, вводящим также жидкость, обертыванием Тишок. Так. И также у нас есть новейший аппарат, вакуумно-роликовый Старвак. Он делает очень много видов массажей. Антицеллюлитный, как раз убирает неровности в поверхности кожи. Делает лимфодренажный массаж и даже спортивный. А лимфодренажный что из себя представляет? Лимфодренаж – это вывод жидкости лишней из организма. То есть раз ухудеешь. Сейчас жара, как раз пора отеков. А как вы его прям вот руками, да? Нет, это, это, это... Лимфод двигаться должна, вот они помогают. Это с помощью аппарата, да. Там различные вакуумные банки и различные... И сколько по времени это уходит? Если делать все тело, уходит час. Но также можно делать и по зонам. И конкретно скорректировать какую-либо зону. Вы говорили о аппарате StarVac, да? Я правильно поняла? Это больно? Нет, это совершенно не больно. И мы можем подкорректировать под человека, под болевые ощущения. Потому что это очень важно. Антицеллюлитный массаж, он, конечно, все хотят. И очень многие боятся. Да. Потому что это больно, и синяки могут оставаться. Скажите, пожалуйста, а чего, что стоит, а чего не стоит делать в летний период? А что касается массажа и спа-процедур, они круглогодичные. Прекрасно. И мы можем воспользоваться всеми услугами в любое время года. А не стоит делать, видимо, только то, что может вызвать пигментацию повышенную? Это больше по косметологии. И, допустим, если мы делаем общий пилинг тела, то лучше в этот день не выходить просто на палящее солнце, на пляж, чтобы не обгореть. Понятно, потому что кожа будет чистенькая. А сцелярия у вас тоже есть? Да, конечно. А есть ли какие-то акции летние? Акции летние у нас сейчас проходят счастливые часы. 15% скидки на все виды массажа, в том числе и аппаратные. С 10 утра до 15 часов дня. Действительно счастливые часы, 15% ощутимо. А на состояние души массаж влияет как? А, вы уже говорили об этом, что психосоматика все-таки играет роль. Но сами вы что больше всего любите? Какой массаж? Делать или получать? Получать для начала. Получать, скорее всего, расслабляющий. Когда ты забываешь обо всех проблемах, не ощущаешь никаких болевых ощущений, как при лечебном массаже. Лучше всего, да. А делать? Делать я люблю лучше, чем лечебный. Потому что, когда ты видишь определенный результат, когда ты работаешь над ошибками какими-то, над проблемами, и видишь, что человеку становится намного лучше, что ты ему помог, это приносит душевное удовлетворение. А из личного опыта есть какое-то наблюдение? Ну, не называя, конечно, не именой фамилии, что-то такое, какие-то работы, которыми вы гордитесь? Да, конечно. Есть так и в лечебных массажах. И также вот на аппарате Старвак у нас есть очень большие успехи многих женщин, которые ко мне приходят. А похудеть с помощью массажа за какое время можно? И за сколько сеансов? Это все индивидуально. От начального объема и до каких пределов именно хочет человек. Ну, минимум. Допустим, если 2 сантиметра убрать. Это буквально сеансов 5. 5 сеансов. Ну, так-то осилить можно. 2 сантиметра 5 сеансов. Вот. А нам нужно 20, да? А возможно, даже и больше. Тебе-то зачем? Ладно, скоро придем на кухню, ты там отыграешься. У меня был вопрос по поводу советов, чего не нужно бояться. От чего лучше избавиться, от каких ненужных представлений, чтобы пойти к вам на массаж? Потому что массаж может по-настоящему принести чудеса. Да, скорее всего, нужно избавиться от какого-то, наверное, внутреннего дискомфорта. Потому что мы приходим, мы полностью обнажаемся. Нужно не стыдиться своего тела, нужно любить себя таким, какой ты есть. И тогда приходит расслабление. Да, наверное, вот именно это мешает частенько. Идти то, что ты придешь по старому не человеку, будешь лежать голый и беззащитный, да, как в том кино. Я лежала на столе голый и беззащитный, со мной могли сделать все, что угодно. Вот этого не произойдет. Все, что угодно не сделают, а поправить это, подкорректировать могут. А вкупе с массажем, вот сейчас в летнее время, когда лето наступит, что еще можно? Прийти к вам и получить какую-то программу, что ли, за один раз. Канти вообще, по-моему, славится программами. У нас большинство программ. Ну вот сейчас вот именно какая популярная, наиболее... Скорее всего, у нас наиболее популярная программа – это «Свежий ветер». Там есть сауна. Несмотря на то, что сейчас летний период, нам охота все равно пропариться, чтобы организм оживился, раскрылись поры. Очищение – это пилинг. И два вида массажа. Это массаж ступней для усталых ног и общий расслабляющий массаж. Это самое популярное. Как называется еще раз? «Свежий ветер». «Свежий ветер». «Свежий ветер». В Канте. Лента. Обязательно попросить. Напоследок, ваши пожелания нашим телезрителям. Быть всегда красивыми и быть в гармонии со своим телом и душой. Это, конечно, гораздо проще и лучше сделать, если обратиться именно к вам. Если вовремя пойти, если ничего не бояться, если, как… Я вот все жду, когда же Ира наберется смелости отправиться к вам. Вот у меня сейчас начнется отдых, и я обязательно пойду. А, то есть, все, первого человека мы уже сагитировали. Чтобы стать красивой, не нужно ждать ничего. Но, тем не менее, спасибо вам большое за то, что вы нашли время и пришли к нам. И рассказали так много интересного о таком, казалось бы, простом деле, как массаж. Всего доброго. Все? Будьте. Это программа «Город женщин». Сегодня мы говорим о красоте. Все пытаемся перейти к внутреннему миру. Я надеюсь, у нас это скоро получится. Ну, а пока, опять же, хочу обратить ваше внимание на красоту внешнюю, ту, которая окружает нас. Дорогие мамочки, женщины, вы наверняка заметили, какая красота окружает нас в студии. Это ростовые цветы. Они нереально красивы. Они украсят любой интерьер и фотозону. Они подарят вам незабываемое настроение и яркость снимков. Изготовление ростовых цветов для интерьера, для фотозон, в аренду и на продажу вы можете заказать для себя, посмотрев и увидев, записав телефоны, которые вы видите на своих экранах. Заказывайте и радуйтесь ожившему саду в вашем интерьере. Ну, а также магазин «Золушка ЕКТ» предлагает самые нарядные, самые красивые платья для маленьких принцесс на выпускные, на любые другие торжественные случаи. «Золушка ЕКТ». Их аккаунты, телефоны вы видите сейчас на ваших экранах. Заказывайте, и ваши принцессы будут в восторге. Ну, а впереди еще одна рубрика. Она совмещает в себе красоту и уют. В первую очередь, конечно, уют вашего дома. Рубрика «Уютный дом» на экранах телевизора. Один из самых распространенных способов приобретения жилья – это ипотечное кредитование. Но на поиск более выгодных и лучших предложений уходит достаточно много времени. К счастью, благодаря агентствам недвижимости оформить заявку на ипотеку можно в одном месте и сразу в несколько банков. Центр продаж недвижимости «Республика» более пяти лет оформляет ипотечные кредиты. Компания работает со всеми крупными и надежными банками России и Республики. Проводит бесплатные консультации по всем ипотечным продуктам. Счастливыми обладателям новых квартир стали более полутора тысяч семей. Обратившись к нам, наши клиенты получают более низкую процентную ставку, так как у нас есть партнерская программа с банками, и по ней они получают более низкую процентную ставку. Кроме того, наши клиенты экономят свое время, так как мы консультируем по всем ипотечным продуктам всех банков нашего югерства. С какими проблемами и вопросами к вам чаще всего обращаются клиенты? Больше всего к нам обращаются по незнанию ипотечных продуктов. Мы объясняем, в каких банках какие ипотечные продукты, какие процентные ставки будут более выгодны для наших клиентов. И все это у нас в одном месте можно решить. К нам очень много обращений от предпринимателей, сельхозпроизводителей и пенсионеров. От незнания о правильности заполнения документов им чаще всего отказывают от банка. Мы также консультируем их в этих вопросах, помогаем правильно оформить документы и отправляем в банк. Также многие не знают, что дополнительные доходы учитываются банками. Это если человек занимается сельхозпроизводством, выпеканием тортов, шитьем, макияжем. Все это учитывается, и мы оформляем пакет документов и помогаем их учитывать. Что делать, если заемщики не могут подойти к вам лично? Есть ли у вас какие-то возможности для жителей села? Если заемщики не находятся в Якутске, то мы им предоставляем возможность принять документы удаленно. Самое главное, чтобы заемщик отсканировал все документы, и мы их заверим и отправим в банк. Покупка недвижимости, оформление ипотечного кредита – это всегда очень сложный и хлопотный процесс. Поэтому лучше довериться профессионалам. Тем более, что все услуги по приобретению недвижимости и оформлению ипотеки бесплатны. Самое ценное, что есть у человека – это время. Экономьте его вместе с Центром продаж недвижимости «Республика». А с вами была Анна Соломонова. До новых встреч! У нас впереди рубрика «Счастье быть собой». На этот раз она необычная. А в чем секрет этой рубрики сегодня, вы узнаете через 5 секунд. А дело в том, что о красоте, о красоте внутренней, можно рассказывать и на примере других людей. На примере Степана Федоренко. Он сегодня присутствует в нашей студии. Это заслуженный артист «Республики Саха-Якутия». Это ведущий актер Государственного академического русского драмтеатра имени Пушкина. И еще есть какие-то регалии, которые касаются официального голоса нашей республики. Я гляжу в твое растерянное лицо и понимаю, что я говорю что-то не то. Да нет, ну я не знаю. Почему я говорю о красоте внутренней? Потому что мне всегда Степан, да не только мне, нашим девчонкам, а мы работаем достаточно давно, всегда касался Степана очень красивым человеком. Потому что он никогда не бывает кем-то другим, несмотря на то, что он актер. Он всегда только бывает самим собой. Как тебе, Степа, это удается? Не выходить из себя. Быть всегда таким ровным. А кто сказал, что я не выхожу из себя? Там много лет работы, я это усвоила. Нет, ну у всех там, ну я выхожу из себя. Я вот недавно задался вопросом, кто я вообще на самом деле. Сам себе задал вопрос и понял, что я не знаю, кто я на самом деле, какой я. И мне кажется, что меня вообще как бы и нет. Я это часть работы, я это мои дети. Вот и все. А так вот какой я на самом деле там добрый, злой. То есть я это какие-то мои поступки, которые я делал. Вот так вот. Так. А я думала, что это в общем-то часть жизни любого актера. Он действительно не всегда, он же из ролей состоит, разве не так? Ну так и есть. А они накладывают отпечаток на твою личность? Я думаю, да. Я думаю, что я как-то такое происходит там смешение какое-то в процессе там репетиции. Я думаю, что я есть часть того, что я на сцене. И вот образы, которые создаются на сцене, потом как-то вот переливаются в жизнь. Мне кажется, это так. А какие роли вам интереснее играть? Героев или злодеев или еще кого-то? Ну интереснее любому актеру играть характерные роли. А чаще всего это злодеи бывают, да? Чаще всего, да. Чаще всего характерные именно злодеи. А любимая роль... Такой ручки потирает злодеи. А любимых, я не знаю. У меня, ну, к счастью, у меня больше как-то любимых ролей. Такой прям самой-самой любимой. Не могу сказать какую. Все любимые. Да, практически все. А насколько тебе понравилось играть в спектакле «Два берега, одной победы»? Мне очень понравился спектакль. Ну, конечно, понравился. Тем более, это моя мечта детства была стать летчиком. Я перед тем, как поступить на актерские, пробовался поступать летчиком. А и тут вот такой вот подарок судьбы. И еще в процессе подготовки к этой работе нас возили в аэропорт Маган. Там проводили экскурсию по самолетам. Давали садиться за штурвал. Рассказывали, где там вот что основные какие-то приборы. Показывали, как там заводят самолеты. И это все прочувствовать на себе. Это все прожить. То есть это осуществление какой-то такой детской мечты. Ну, не детской, даже юношеской уже мечты. Вот я ее смог осуществить в своей профессии. Как здорово. Знаешь, есть такая поговорка. Не узнаю вас в гриме. Как правило, для актеров и тех, кто что-то озвучивает, она действует с точки зрения наоборот. Без грима вас не узнают. Представь, что ты сейчас ведешь парад победы. Скажи что-нибудь своим знаменитым голосом. Дорогие жители и гости столицы. Ой, ну все, я и подумала. Поздравляю вас с началом лета 2018. Вот, и теперь тебя узнали все. Спасибо. Степан, не является ли это обременительным? Получается, ведь все праздники ты на работе. Да, все праздники я на работе. Недавно поймал себя на мысль, что я ни один салют в городе не смотрел. То есть я его смотрю так с микрофоном, с бумажкой, вот так вот мельком. А как-то охота посмотреть все это, увидеть всю эту красоту. Ну и что? Ну ладно, такая жизнь. Как к этому относятся твои близкие? Теперь ты уже знаешь, что такое семейная жизнь счастливая. И достаточно давно. Ну нормально, с пониманием относятся. Что им еще остается делать? Действительно, что же им остается делать? А как начинается ваш день? Вот с чего? С зарядки, с завтрака? С душа. С душа. С душа и там, и холодной водой облиться. А зарядку делаете? Ну, к сожалению, сейчас нет. Как-то все как-то пытаюсь в последнее время больше поспать из-за детей. Поэтому как-то жертвую зарядкой. Поэтому ограничиваюсь душем. А на завтрак что предпочитаете? Я всеядный. Вообще все, что есть там, то и ем. Понятно. Так, мы знаем, что... Дусть, я давно знаю, что у тебя первый июнь день рождения. И вообще этот день детства, защиты детей, он ассоциируется у меня прочно со Степаном Федоренко. Потому что у него вот этот день рождения. Но этот год у тебя юбилейный. Какие-то итоги ты вообще собираешься подводить, нет? Не знаю пока. Мне так, я как-то сбился уже со счета своих лет. Там наш зафлит. Степан, у тебя же юбилей. Ну-ка, ну-ка, давай как к журналистам, иди-ка сходи как к журналистам. Какой юбилей у меня? 35 лет, елки-палки, 35. Ну, не знаю, ну, какая-то такая... Ну, я подхожу к этому возрасту там уже там с определенным набором таблеток. С определенным там... С определенными мыслями. А не пора ли завязать с глупостями? Не пора ли ходить в спортзал? Да. То есть пора все-таки с тобой заняться? Ну, конечно, пора уже. Сейчас детишки еще немножко подрастут, и я думаю, больше у тебя будет времени. Более выспавшийся будешь. Расскажи, пожалуйста, о своей работе чуть-чуть со всем звукорежиссером. Ты многолетний звукорежиссер различных станций нашего города. Ну, это как-то так пошло еще с института. Когда учились, мы позвали на одну радиостанцию. Я там просто как-то озвучивал радиосериал, мы делали. Потом как-то так стал радиодиджеем. Потом стал озвучивать рекламные ролики. Потом стал и монтировать эти рекламные ролики. Ну, я бы не сказал, я не считаю это какой-то своей такой работой. Это так хобби дополнительное, не более того. А в кино вам понравилось сниматься? Мы знаем, что вы принимали участие в фильме «Мой убийца». Мне больше театр нравится. Почему? Ну, именно процессом работы. То есть в кино там... Планы меняются, да? Да, ну там более там, например, 6 часов ждешь, 1 час там съемки. А в театре вот эти 6 часов ты как-то все это работаешь, работаешь, что-то репетируешь, что-то пробуешь. И потом уже спектакль после выпуска, после премьеры, он живет дальше, развивается. Каждый спектакль – это что-то новое. Какие-то новые там взаимоотношения, новые какие-то искорки. Поэтому мне как-то больше театр ближе. Мы желаем тебе, Степ, и дальнейших творческих успехов. Естественно, чтобы ты и дальше радовал нас. Но напоследок все-таки какие-нибудь пожелания, хоть минимальные, нашим телезрителям. Дикторским голосом? Да, дикторским голосом. Пусть видят, кто это. Дорогие телезрители, всего вам самого доброго, счастья, здоровья и благополучия. С праздником! Спасибо, это был Степан Федоренко в нашей студии. И я надеюсь, что мы еще не раз тебя увидим и на сцене театра, и услышим в эфире радиостанции. Спасибо тебе, что ты у нас есть. Ну а впереди у нас самая вкусная рубрика, та самая, которая должна наполнить меня хорошим настроением. И я должна стать еще красивее. Встречаем Иру Дегтяреву и шкатулку вкусных рецептов. И снова я приветствую вас в своей кулинарной рубрике «Шкатулка вкусных рецептов». И сегодня, как я и обещала, мы будем готовить очень вкусное, оригинальное блюдо. А покажет нам это блюдо, его приготовление и поделится своими секретами моя сегодняшняя гостья – это Алина Дегтярева. Алина, проходи. Так, я правильно думаю, что раз фамилия одна, то вас связывают. По совместительству моя дочь Алина. Здорово. Здравствуйте. Сегодня мы будем готовить японские пельмени гёдзе. Для теста нам понадобится полстакана кипятка, также соль и полтора стакана муки. Из данных ингредиентов замешиваем эластичное тесто и ставим на 30 минут. Затем в это время можно будет заняться начинкой. Для начинки мы берем говяжий фарш, также лук, чеснок, соль, перец и обязательно мелко нарубленную пекинскую капусту. Но традиционно для начинки японских гёдз именно добавляют также рисовый уксус, имбирь, кунжут и другие ингредиенты. Но мы как бы упростили и больше сделали для нашей кухни. У нас такой якутский вариант, можно сказать, вариант гёдзе по-якутски. Так, Алина, ну давай, тесто у нас уже готовое, ты его будешь раскатывать, надевай перчатки, а я буду займусь фаршем. Возьму фарш и нарублю нашу пекинскую капусту. Тесто, как Алина уже сказала, состоит из полстакана кипятка, полтора стакана муки и соль, и все. Даже яиц не надо добавить, это классический рецепт японских гёдзе. Берем листья пекинской капусты. Это очень вкусно. В это время я раскатываю тесто. Ира, а для чего пекинская капуста-то, я не понимаю? Пекинская капуста для сочности. Ну и вообще это обязательный ингредиент японских пельменей. Мы, открою секрет, что мы обычно кладём в такие пельмени обычную капусту, нашу белокочанную. Предварительно её протушив на сковороде, да, нашу родную капусту. Но, как оказалось, пекинская капуста, это очень вкусно. Поэтому рекомендую сегодня. Обязательно попробуем. Все ждут. Все голодные. Вообще, также хотелось бы упомянуть про историю японских гёдзе, которые произошли из Китая. Это, как бы, аналог, можно сказать, китайских жареных пельменей дзяо-дзы. Вот. Я жду фарша, да? Так, девочки, вам помощь точно не нужна? Так, сейчас, когда мы начнём лепить, Олечка, ты подойдёшь и будешь тоже лепить. Так. Вместе с нами. Мне просто хочется быть поближе ко вкусной еде, ко всяким вкусам. Подходи, подходи. Ай, спасибо тебе, жду-жду. Жду-жду-жду. Там, где еда, там ел. Вся в ожидании. Конечно. Ну, так, неудобно. Так, вкуснятина-то уже. Перчатка. Так. В этом... Вот, ну-ка. Значит, в фарше, как мы уже упомянули, чеснок, лук, соль и пекинская капуста, мелко нарезанная. Ещё сюда можно добавить зелёный лук. Так, а я стесняюсь спросить, а зачем тогда тебе помидоры с огурцами? Это для красоты, Оля. Как ты не понимаешь? Ой, видишь, я о красоте думаю в последний момент. Я красоту стремлюсь съесть. Я ещё красивше становлюсь от этого. Так, ты сегодня обещала меня загонять буквально на кухне. Так, ну вот подходи поближе к колене. Я боюсь. Да, и мы сегодня хотим показать как раз таким... Надевать? Ну, можешь одеть. Хотя неудобно, но... Мне кажется, лучше без перчаток, так удобнее будет. Классический вариант лепки этих пельменей, потому что это очень важно. Они теми отличаются от других традиционных разных пельменей. Что дальше делать? Туда нужно... Сейчас посередине мясо положить немножко. Так, немножко. Фарсы. Я первый раз посередке. Столько хватит? Да, хватит. Так. Так, сейчас я покажу, как делать примерно. Дальше как-то надо уже мне под руководством. Так, вот ложим посередине фарш. Можно ещё чуть-чуть наловить. Так вот. Так. Потом один краешек защипываем здесь вот, как у чебулека. Защупка. Ага. Мне легче будет так, наверное, сделать. Вот с этой стороны. Я не там защипнула. А потом вот так гармошкой складываем одну часть. Товарищи, вы какие-то странные задаётесь. Задача вообще невозможная. Так. И вот гармошкой вот так вот получается складываем. Так, можно я свою гармошку никому не покажу? Да, очень красиво получилось. Посмотри. А почему она у неё в одну сторону, а у меня в обе? А потому что ты с другой стороны начала. Короче, моё, у меня личное изобретение. Гармошка работает в обе стороны, как вы скажете. Нет, очень хорошо для первого раза получилось. Это же здорово. Вот. Так ты не без таланта. Талантная ученица. Не без таланта. Спасибо тебе, Ирочка. Ну вот, можно ещё и лепить. Так. Дай-ка на всёобщее обозрение сейчас положу. Свой кривой пельмень. Кстати, про историю вот этих пельменей, да, тоже хочу сказать. Не именно этих, а вообще пельменей в целом. Мы традиционно думаем, что пельмени вообще наше русское какое-то народное блюдо. Да, на самом деле пельмени пришли из Китая. А мы ему каждый народ присвоил это себе блюдо. Только начиночку варьирует. Впервые они всё-таки появились в Китае. Спасибо. Так. Пришли к нам с Китая. И, между прочим, в Новый год, в новогоднюю ночь у китайцев есть очень хорошая традиция. Они поужинают и после 12 часов садятся и лепят эти пельмени. Потому что пельмени, это у них обозначает единение, символ счастья. Так. И у нас такая традиция, правильно. Да, у нас тоже правильная традиция. Товарищи, а почему у меня баланчиков мало? У неё много вещей. И потом ещё есть такой интересный факт. В китайской провинции жил врач в далёкой древности, который лечил не только бедных, но и богатых, но и бедных. Оля, ну у тебя отлично получается. Хорошо. Сегодня молодец. Давайте этот бок покажем, а этот бок не покажем. Кошмар какой-то. И вот как раз ему и приписывают историю появления пельменей, потому что они изначально как лекарственное средство употреблялись. Как лекарственное средство? Да. Это же просто тесто с мясом. Потому что когда наступали холодные времена в Китае, они начинали болеть, да и как-то вот этот врач поехал к своим родителям в гости и увидел там крестьян с отмороженными ушами. Почему пельмени-то называются? Пельмени. И он докладывал к ушам? Нет. И он изобрёл такое средство, значит, их всех вылечил, потом приехал в город, установил возле своего дома огромный котёл и начал варить там мясо. Кинул туда в воду различные травы китайские, пряности, это всё сварил, потом каким-то образом залепил в тесто и обратно в этот котёл. И вот появились пельмени. Я всегда считаю, что красивая легенда возникновения любого блюда, она важнее любого блюда, понимаешь? Главное придумать, распиарить, и все будут счастливы. Ну да, в этом тоже ты права. Но дело в том, что да, это действительно очень вкусное блюдо, а оно, конечно, аутентичное. Почему-то я раньше думала, что из рисовой бумаги их делают. Я была не права? Из рисовой бумаги? Это есть такие китайские пельмени. А, это китайские уже пельмени. Их делают. В общем-то, что китайцы и японцы один и тот же народ. Мы, когда с дочкой готовим на кухне, мы иногда поём, любим петь. Давай споём с тобой сегодня. Давай, человек работает, а мы поём. Вместе споём. Что ты предлагаешь спеть? Так, ну вот эту песню. Пельмени женская, да? Да, русскую народную, да? Она больше всего подходит. Хоть это и пельмени японские, мы будем петь русскую народную. У нас своё. Да. Ой, цветёт калина в поле у ручья, Парня молодого полюбила я. Парня полюбила на свою беду. Не могу открыться, слов я не найду. Не могу открыться, слов я не найду. Ну что, здорово, что я могу сказать? Ой, так как у нас прощальная сегодня программа понедельничная перед долгим, длинным каким-то отпуском, я полагаю, что мне стоит признаться вам всем в любви. Во-первых, мне хочется признаться в любви всем нашим ведущим, да? Нету сегодня Анечки, нету Саши, которая была у нас с нами. Но есть Ира, есть прекрасное её продолжение, её дочь, которая на кухне себя чувствует, как рыба в воде. То есть то, чего нет у меня, она вот прекрасно восполняет. Поэтому, Ирочка, во-первых, тебе огромное спасибо за все эфиры, за твой искрящийся смех, за твою лучистую улыбку, за то, что ты нас прекрасно кормишь по понедельнику. А в понедельник я спокойна за свою внутреннюю красоту. Ирочка, тебе спасибо за все. И еще хочу сказать тебе спасибо от всей нашей съемочной бригады, потому что действительно понедельника ждут еще и потому, что у нас есть солнечная Ира, которая накормит съемочную группу. А это, согласитесь, достаточно ценно. Хочу большое спасибо сказать Ане Кириллиной. Она сама знает, за что мы её любим. Анечка. Да, Анечка, она вот подглядывает, она не заходит в эфир, но она всегда с нами, она незримо душой, она всегда здесь, потому что это наш рулевой, это человек, который... Флагман. Да, флагман, который наполнен творческими идеями. И я хочу, чтобы все у вас получилось вместе с нами и без нас, чтобы вы были молодцы, прекрасны, реализовались и совершенствовались. Всем удачи. Увидимся. Ну, что еще? Летнего настроения хочется пожелать. Да, солнечного настроения. И быть красивыми и внутри, и снаружи. Я боюсь, что лепить наши готовые пельмени. Алин, представь. Да, я вот могу не долепить этот пельмени. Готовый гёдзу, так выглядит. Что мы сделали с ним? Так, на этот раз полили соусом. Мой гёдзу очень странен. Мы полили соевым соусом и сверху посыпали кунжутом. А готовим, жарим на сковородке и немножко тушим в воде. Все, всего хорошего и до встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok